Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодняшний воскресный день в церковном календаре назван воспоминанием Адамова изгнания. Мы вспоминаем то событие, которое лежало на заре человеческой истории, трагедию, потери рая. Первый человек, Адам, был сотворен для того, чтобы общаться с Богом в раю, чтобы через общение с Богом стать причастником той вечной жизни, которой обладает один только Господь Бог. Но в грехопадении человек оказался ниже своего призвания. Человек Бога потерял рай, а вместе с потерей Бога, источника жизни, в мир пришла смерть, в мир пришли слезы, страдания и болезни. И когда это произошло, то Господь Бог нас не оставил. Он обещал самым первым людям, что придет время и в мир придет Спаситель Христос. И две тысячи лет назад сам Сын Божий, ставший для нас Спасителем, воплотился от Христой Богородицы и Духа Святого. И теперь все мы, во Христе Спасители, в Христовой Церкви, имеем возможность возвратиться к Богу, снова найти Бога в своей жизни, снова начать с Ним общаться. И о своей близости к нам, в Церкви. Господь говорит, что всякий, кто ест мое тело и пьет мою кровь, а это слова именно о Таинстве Пречащения, тот во мне пребывает, говорит Господь, а я пребываю в Нем. Так близок к нам Христос Спаситель. Но все равно нас и Бога, ставшего человеком, как стеной отделяют наши грехи, наше нравственное несовершенство. И для того, чтобы действительно встреча с Богом стала реальностью, мы должны изменить свою жизнь. Покаяние и означает изменение. Мы должны научиться жить не по стихиям мира, о котором Писание говорит, что он, этот мир, лежит во зле, а по воле Божией. И чтобы этому научиться, мы трудимся над своим сердцем. И благодатное время поста, которое наступает уже в сегодняшней вечерней службе, это и есть то самое лучшее время, в котором мы можем потрудиться над своим сердцем, чтобы в наших сердцах обитали не терния грехов, а мог преклонить голову сам Христос Спаситель. Господь так и говорит о двери человеческого сердца. Вот, стою у двери и стучу. Кто ответит, кто отворит мне, приду к нему, и обитель у него сотворю. Поэтому, братья и сестры, будем помнить, что цель поста – это очищение сердца. Для чего? Для того, чтобы приблизиться к Богу, который близок к нам, близок в этом мире, близок к своей Церкви, но мы по своим делам, по своим поступкам, чувствам, мыслям далеки от Бога. А наша задача, действительно, жить со Христом, научиться Его любить, научиться Ему молиться. Поэтому пост – это не диета, это не воздержание только от того или иного рода пищи. Пост – это и телесная дисциплина, но прежде всего, это то, ради чего дисциплина тела существует. Это путь молитвы, путь покаяния, путь, который должен нас привести к двум вещам – к смирению и любви. Будем думать о посте, не о каком тяжелом времени, что что-то у нас в жизни отнимется, а будем думать о посте, как о времени, в которое нам в жизни, наоборот, что-то прибавится. То есть мы чуть-чуть, но станем чище сердца, мы чуть-чуть, но приблизимся к Богу, который, конечно, все наполняет, везде обитает, но который может и должен жить в нашем сердце. Аминь. Спасибо.